Этот парень не задерживал Сани на одной тренировке больше недели. Перепробовал футбол, волейбол, борьбу. И вот современный брейк затянул Дмитрия Родина на 4 года. Сегодня мы подкинем Диме задачу посложнее. Посмотрим, сможет ли брейкер танцевать русские танцы. По телевизору много раз видел их. Это не мое. Мне больше нравится современный танец. Мне кажется, что брейк танцевать тяжелее. Но я сегодня попробую руссконародное. Посмотрим, что из этого получится. А это наш хореограф Ольга Давиденко. Два года танцевала в ансамбле песни-пляски Тихоокеанского флота России. Не хухры-мухры. Она-то и растолкует брейкеру Дмитрию, что такое елочка, ковырялочка, прихлоп и присядка с выносом ноги. Нижний брейк – это силовые упражнения на полу. При этом используются руки, ноги, стойка на голове. То же самое, что и в народном танце. Очень много элементов взяты из народного танца и привнесены в нижний брейк. Ковырялочка с тройным притопом далась Диме просто. А вот с елочкой пришлось повозиться. Это называется елочка. Это одна из таких самых простых элементов, которые тоже изучают дети в первом классе. Самая простейшая. Дальше – больше. Как тебе, Дима, по-настоящему мужские трюки в русском танце? А тут никак без растяжки и баланса. Ноги шире. Молодец, задерживайся так. А теперь хотя бы чуть-чуть попробуй пропрыгать. Мячик называется. Русский танец – это энергичный танец. Через 20 минут занятий Дмитрий в этом уже не сомневался. Меняем ритм. Оказалось, даже два прихлопа, три притопа – это не так-то и просто. Пора подводить итоги. Слабые места современных танцоров. Где они? У них у всех одна проблема. Нет определенной постановки в корпусе. Нет правильных рук. У них большая проблема с открытием рук, с корпусом, а из того проистекает дальше. И с вытянутыми ногами. Потому что это постоянно конечности, которые подтянуты к себе. А не устроить ли нам танцевальный батл? Мужская линия в русском танце против брейк-данса. Хотя после сегодняшней тренировки уже не так ясно, какую партию выберет Дмитрий. У меня ноги болят, надо ноги развивать. Ну я думал, что эти танцы скучные и неинтересные. Ну сегодня попробовал и стало, ну как бы, интересно. Ну заниматься этим можно, нужно. Ничего плохого в этом нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!